В наше время на старых вещах, а часто и на случайных находках, можно заработать денег. Подобные находки могут попасть вам в руки в старом доме, на барахолке, да банально при работе в вашем саду. Но как отличить хлам от антиквариата и ценных вещей? Так надо смотреть подобные ролики у меня на канале, они выходят регулярно. Смотрите, какую интересную и необычную находку обнаружил парень на старом чердаке. Это у нас чековая книжка, точнее книжка 1900-х годов, то есть царского периода. Если присмотреться, то у нас тут 14 целых чеков и 5 уже корешков, но я не думаю, что это на цену влияет. Тут сама находка, ух, за данным лотом следило 14 банкиров, но сделали 133 ставочки. И в итоге такая вот чердачная находка была куплена за 6880 гривен, это примерно 175 долларов. А вот это вот личная находка поисковиков, когда вот смотришь и думаешь, ну чего оно такое. Да, парень подобное поднял в Сумской область. Поднял, помыл, но так и не понял, что оно. Долго рыл интернет и ему умные люди подсказали, что это, так сказать, части от поясного набора. Ну, примерно 5-6 век. По-простому, был такой вот красивенный статусный пояс, а это, так сказать, его остатки. Но за данным лотом следило 60 человек. Ну, это любители поясов. Да, есть и такие. Сделали 148 ставочек. И в итоге находка из бронзы по серебрению была куплена, не в комплекте, за 34502 гривны. Это примерно 860 долларов. А вот такой вот орден продавал парень в Полтавской области, а именно в городе Зиньков. Я когда-то там был проездом. Он сразу сказал, орден не мой. А знакомого просто попросили продать. Если присмотреться, то снизу видны, так сказать, подпилы. Видно, его носили куда-нибудь в ломбард, а там пилили. И не зря. Это у нас золото, серебро и платина. Влияют ли разные микротрещины, а главное подпилы, на цену? Наверное, да. Но не в этом случае. Как бы орден. Ух, денег стоит. Тут голова не та и перевыдача. Ну, вы поняли. Мега раритет. За данным лотом сидело 190 человек. Это не любители Ленина. Это любитель редких орденов. Сделали немного. 97 ставочек. И такой вот орден из драгоценных металлов был куплен за 285 тысяч и 601 гривну. Это у нас примерно 7125 долларов. И снова у нас чердачная находка. Это игрушка. Старая игрушка с коробкой. А именно Зин-115. Присмотритесь, даже антенна на месте. Сама моделька сделана из пластмассы и металла. Так сказать, ничего такого драгоценного. Но за данным лотом сидело 54 человека. Но это любители разных. Машина до периода СССР. Сделали 25 ставочек. И в итоге чердачная находка была куплена за 15 тысяч и 1 гривну. Это примерно 375 долларов. Но вот это совсем не игрушка. Когда-то это было, так сказать, грозное оружие. Это у нас пистоль Тула 1757 года. Но в данный момент это уже не огнестрельное оружие. А так сказать, ММГ. Но все равно оригинал. Ух, веща. Продавец пише. Дуже гарный и редкий пистоль. В чудовом стане. Сробленный из сутильного металла. По всему предмету выполнены цикавые гравиювания. И напис. Тула 1757 года. Хороб у выглядая дракона. Довжина такого красления 57 сантиметров. За данным лотом судило 30 человек. И была сделана одна заветная ставка. Данный лот был куплен. Ровно за 82 тысячи гривен. Это у нас больше, чем 2 тысячи долларов. Вот так вот парень покопал в Житомирской области. А именно возле населенного пункта Барановка. И поднял вот такую вот медаль. Помыл. Протер. И понял. Таки да. Это золото. Да, друзья. Настоящее царское золото. А именно медаль за храбрость в первой степени под номером 9761. Скажу от себя. Вот так вот выглядит мега веселье. Какого-то там тысячного уровня. За данным лотом судило 48 человек. У нас делали 174 ставочки. И в итоге находка поисковика была куплена. За 156 тысяч и 19 гривен. Это у нас практически 4 тысячи долларов. По монетам есть разные каталоги. И есть каталог Буткина. Вот именно по нему у данной монеты степень редкости родим. Выше нет ничего. У нас рубль 1722 года. Парень пишет, что монету подняли давно. И она была в частной коллекции. Но вот сейчас по каким-то причинам решили ее обменять на деньги. Да, где продавали? В Одесской области. За лотом сидело 67 человек. Сделали 76 ставочек. И в итоге такой рубчик был куплен ровно за 75 тысяч гривен. Это примерно 2000 долларов. Находка со шкафа бабушки или дедушки. Неважно. Это у нас, так сказать, старый бокал или кружка, как кому угодно. Это Олимпиада Мишка с факелом 1979 года. По факту это как бы обычное стекло с таким вот незамысловатым сюжетом. Но как это ни странно, за данным бокалом сидело 17 любителей, наверное, пива. И под конец торгов была сделана одна заветная ставочка. Данный бокал от старого шкафа был куплен за 8600 гривен. Это примерно 215 долларов. Кто бы мог подумать. Ну, а вот здесь вот думай, не думай, а веща интересная. Что это? Мачете. Мачете Люфтваффе. Понимаю логичный вопрос. Люфтваффе и мачете, чего ты городишь, Дима? В прошлом году забор. Но вот это реально, мачете Люфтваффе. Это не я сказал, это так назвался лот-продавец. И за данным лотом следило 16 человек. Кто такие? Ну, наверное, летчики Люфтваффе. Под конец торгов была сделана одна ставка. Такое вот интересное мачете было куплено ровно за 40 тысяч гривен. Это примерно 1 тысяча долларов. Хотя, когда присмотреться, видно, что жаба, накладки, все это уже новодел. Парень в Киевской области, а именно в городе Ирпинь, продавал вот такую вот коллекцию. Да-да, это золотые царские монеты. Лично я такие находил уже раз 100 или 200, ну, правда, во сне. А парень вот наяву. Парень уточнил, что все найдено в одной коробочке. Это клад, но не уточнял, нашел он или знакомый. Да это и не важно. За такой, так сказать, золотой коллекцией следило 36 человек. Но это те, которые хотели сон-то сделать явный. Сделали 26 ставочек. И в итоге такая коллекция была куплена за 62 тысячи и одну гривну. Это где-то 1 тысяча 600 долларов. Да, это у нас ауриус подражания. Робус, золото. Так сказать, римское золото. И без отверстия. Для данной монеты в очень хорошем состоянии. За данным локом следило 147 человек. Сделали 91 ставочку. И вот одна римская монета, но золота, была продана за 65 тысяч 504 гривен. Это у нас примерно 1 тысяча 635 долларов. Одна дороже, чем куча царских монет. Ну вот скажите честно, если бы вы нашли где-то у дедушки или у бабушки баян, старый баян, ну что бы вы с ним сделали? Ну понятно, что туда-сюда порвали бы меха и скорее всего бы уграли его до ручки и выбросили. Наверное, самые смешленые бы раскурочили на пищалки. Знаю, проходили. У нас баян тульский, концертный. В очень неплохом состоянии. Где когда-то давали концерты, так в Черкасе. Парень пишет. Гарный стан. Ничего не западает и не пищит и не сдувается. И на слова ему поверило 12 человек. Сделали 74 ставки. Но это те люди, которые любят дать концерт. В итоге старый тульский концертный баян был куплен за 12 тысяч и 322 гривны. Это на секундочку больше, чем 300 долларов. Ну а реально по незнанию можно было раскурочить. Я помню, у меня были две именно такие наклейки. Одну я сам нашел в жевательной резинке, а вторую выменял. Но где они елись, да кто его знает. Это у нас наклейка соло. Под номером 40. Да, вы правильно поняли. Люди также коллекционируют наклейки. Там тоже бывают, так сказать, редкие. За данным лотом стоило 54 человека. Это те, которые понимают. Сделали 71 ставочку за наклейку. И было куплено за 5 тысяч и 1 гривен. Это у нас 125 баксов. Вот так вот. Выходит, мои где-то лежат еще патиной покрываются. Найду, буду дороже. Так что, друзья, если у вас есть находки, которые хотите обменять на деньги. А не знаете как, напишите мне по ссылочкам снизу. Подумаем вместе.